Всем привет! Меня уже представили, но я еще раз скажу, что меня зовут Вячеслав Бельцяков. Я работаю с разработчиком в петербургском офисе EPUM. И, собственно говоря, сначала давайте посмотрим, как же докатился до жизни такой. Потому что принято считать, что всякие вещи типа измерений, производительности, оптимизации и так далее, это то, чем занимаются огромные приложения с большой аудиторией. А если у вас какое-нибудь маленькое начинающее приложение, то вам и делать это незачем. Компания EPUM — это аутсорсинговая компания, и мы работаем для проектов на разных клиентов совершенно. И однажды мы делали вот такое приложение. В нем нет ничего сложного. Это просто приложение для просмотра онлайн-видео для одной крупной медиа-корпорации, которую, к сожалению, мне запретили называть. Но я думаю, в принципе, если вы любите разрушать мифы и легенд, вы о ней слышали. Суть приложения, как я уже говорил, в том, что мы можем смотреть видео. И на этом рынке в США довольно много различных игроков. Конкретно наше приложение было в зоне видео о еде и о ее приготовлении. И новый суббренд никак не мог раскачаться, набрать пользовательскую базу и так далее. У нас был и фичеринг от Apple, и мощная рекламная компания. Но, тем не менее, рост был не такой, какой мы бы хотели. И однажды мы задумались о том, что, возможно, дело просто в производительности. Возможно, наше приложение работает не так классно, как пользователям хотелось бы. Именно поэтому они не задерживаются. И тогда мы начали пытаться это как-то оптимизировать. И нам надо было понять, что же именно оптимизировать. И для этого мы начали внедрять аналитику производительности. Итак, когда я вам рассказал, нафига это мне нужно, давайте посмотрим, о чем мы поговорим. Ну, естественно, во-первых, нам с вами надо разобраться, что же такое перформанс аналитикс, что мы будем под этим подразумевать, чтобы мы с вами говорили об одном и том же. Потом мы посмотрим на типичные юзкейсы, которые с помощью этого можно решить. Естественно, для каждого юзкейса разберем различные метрики, которые могут нам помочь. Немножечко остановимся на том, с помощью чего их можно измерять. И в конце разберем несколько распространенных ошибок, которые столкнулся я или находил на просторах интернета. Ну, погнали. Итак, что же такое перформанс аналитикс? В принципе, сейчас в наших мобильных приложениях очень много различной аналитики. И я их разделил примерно на три группы. Первая группа — это различные метрики KPI, которые позволяют нам, в принципе, отслеживать, насколько успешно наше приложение, насколько сильно мы развиваемся и так далее. Это такие вещи, как daily active users, monthly active users, weekly active users, retention rate. Время, которое проводит человек в приложении. Возможно, какие-то специфические вещи, к примеру, количество платящих пользователей или средний чек в вашем приложении и так далее. Следующая большая группа — это поведение пользователей. То, что, опять же, многие из нас анализируют. То, какими экранами пользуется пользователь, какие у него маршруты навигации, какие иконки ему нравятся, какие нет, различные АБТ-тесты и так далее. И вот в этот момент мы зачастую начинаем забывать о том, что все наши приложения, они так или иначе интерактивные. То есть не только пользователь взаимодействует с приложением, но и приложение взаимодействует с пользователем. Оно дает какую-то связь пользователю, выдает ему информацию. И то, насколько качественно работает приложение, это, собственно говоря, и будет performance analytics, анализ того, насколько быстро работает приложение, насколько быстрая та среда, в которой ему приходится работать. Почему это важно? Я проиллюстрирую тремя примерами, которые удалось достичь нам в нашем проекте. Первый пример. Мы начали измерять время запуска, поняли, что оно сильно отстает от индустриальных стандартов и ускорили его. В итоге мы получили прирост retention rate почти на 4% пункта, что в общем-то немало, учитывая, что рынок довольно конкурентный. Пожалуйста, куча приложений конкурентов, где есть различные другие видео, которые пользователи тоже могут смотреть. Следующая цифра еще интереснее. Мы выяснили, что целых 28% наших пользователей просто закрывают видео, если оно не стартовало в течение 5 секунд. Таким образом, мы поняли, что на определенных сегментах мы теряем почти треть пользователей. И поняли, где нам надо сконцентрироваться и какой конкретно цифры по производительности нам надо достичь. И еще один наглядный пример, который не связан напрямую с ростом пользовательской базы, но показывает, как это может быть полезно. Однажды мы налажали в логин сервисе, один человек допустил опечатку, другой эту опечатку на код ревью не заметил, все ушло в релиз и вышло, что при определенных условиях у некоторых пользователей сессия с сервером длилась не больше трех секунд, после чего их токен переставал быть валидным. У нас по нашим замерам пострадало около 2000 пользователей, но при этом только три пользователя написали отзыв в App Store и только шесть пользователей написали в техподдержку. Таким образом, это стало для нас довольно важным уроком, что ты не знаешь истинного размера проблемы, пока ты не начал измерять непосредственно саму проблему, а не пользовательский фидбэк. Пользовательский фидбэк зачастую может быть совершенно не сопоставим с тем, что есть на самом деле. Итак, я надеюсь, что мне удалось немножечко вас убедить в том, что это нужно. Давайте посмотрим все-таки, какие конкретные юзкейсы можно решить. В принципе, их довольно много различных, у вас у каждого может быть какой-то свой интерес в этом, но все можно разбить на три условные группы. И первая группа — это понять недовольных пользователей. То есть вот та самая ситуация, когда у вас есть первая группа аналитики, различные метрики какие-то, вы их измеряете и понимаете, что не получается у вас что-то. У вас приходят новые пользователи, но они не задерживаются. Вы выпустили какой-то новый релиз, а цифры по нему плохие, после этого пользователи начали уходить. Или у вас плохие рейтинги в App Store, или еще что-то пользователю не нравится. Вы смотрите, вроде бы все прекрасно, все чудесно, у вас просто суперприложение, прям конфетка. Но что-то не нравится. Причин, естественно, может быть довольно много, начиная от того, что у вас просто дизайн некудышный, рисовал какой-нибудь школьник. Возможно, у вас просто монетизация какая-нибудь жадная, вы хотите просто тонны денег и пользователь не понимает за что. А может быть просто все красиво и недорого, и супер, но только тормозит жутко. А пользователи это не любят и уходят. А вы не в курсе, у вас все вроде летает. И именно это вы сможете отследить с помощью аналитики производительности. Следующий крупный юзкейс — это найти источник конкретной проблемы. То есть представим, вы применили уже аналитику производительности, вы поняли, что какая-то операция работает слишком медленно, и пользователь этим недоволен. Вы садитесь, начинаете это как-то оптимизировать, включаете профилировщик, пытаете найти, что же съедает это время. Но у вас все работает отлично. Вы сидите неделю и не понимаете, а что же, собственно говоря, не так. Почему пользователи жалуются? Совершенно непонятно вам. Вы не можете найти этих пользователей, которые жалуются по каким-то причинам и так далее. А все может быть очень просто. Вы испытываете приложение в ваших чистых лабораторных условиях, а у настоящего пользователя все выглядит несколько не так, как вы изначально задумывали. Довольно простой пример, с которым я сталкивался на практике. У нас очень часто падал один сетевой запрос, или он вовсе отваливался, или это занимало очень много времени и так далее. И мы долго не могли понять, что же происходит. Выяснилось, что все очень просто. На самом деле тот объем данных, который отправляет реальный пользователь, в тех случаях, когда с запросом что-то не так, он был в несколько раз больше того, что мы закладывали при проектировании, и того, на чем мы испытывали. Более того, у пользователя не всегда была сеть, или она была нестабильная, и просто зачастую ретрай срабатывал несколько раз, и все это съедало время, и в конце концов запрос отваливался по таймауту. И это мы смогли узнать только проанализировав сессии реальных пользователей, иначе мы бы это никак не узнали. Ну и третий use case. Мы, естественно, не хотим, чтобы такие вещи часто происходили в нашей жизни. Мы хотим заранее сделать приложение, которое будет рассчитано на реальных пользователей, и учитывать их интересы и те условия, в которых оно будет реально работать. Потому что часто у нас появляется такая ситуация, что мы не знаем полной информации о наших пользователях. К примеру, давайте посмотрим, что мы знаем обычно о пользователях. Я думаю, все, наверное, знают, какая модель девайса у пользователя. Я думаю, сервисов аналитики все об этом знают. Или пол, возрастную группу, я думаю, тоже многие знают. Возможно, кому-то маркетологи подсказали, какие увлечения у вашего пользователя, какие цвета ему нравятся и так далее. Но, к примеру, поднимите руку, кто знает, сколько свободной оперативной памяти на устройстве пользователя, канал запускает ваше приложение? Две руки. Круто. Я думал, будет меньше. А, три? Супер. Или, к примеру, если вы пользуетесь геопозицией, вы знаете, какая среднем точность эта геопозиция? Круто. Круто. В принципе, на самом деле, круче даже, чем я думал. Ну ладно. Потому что мы в итоге не знаем, на какие именно возможности мы можем опираться. В какой среде будет это работать? Сколько у нас будет памяти? Какая у нас будет скорость сетевого доступа? И чтобы это предотвратить, нам желательно это измерять и знать заранее. Потому что в итоге все получается как? Примерно вот так выглядит тестовый стенд у тестировщика. Два топовых девайса, на них стоят наши приложения. Девайсы же казенные. Туда ни контактика, ни фейсбук не поставишь, некрасиво как-то. Или потом коллега возьмет, а там твой фейсбук. А у реального пользователя это выглядит примерно вот так. Какой-то low-end девайс с кучей приложений. Он до этого в какие-нибудь танчики поиграл, вся оперативка под танчики занята, все еще. У него нет хорошего подключения и так далее. Чтобы этого не допускать, соответственно, мы можем измерять те характеристики, которые нам помогут узнать, в каких же условиях работает наше приложение. Итак, мы с вами определились, что у нас есть три основных из кейса. Давайте посмотрим, какие же метрики мы можем измерить для каждого из них. Начнем с самого первого. Это нам надо понять, собственно говоря, а что вам не нравится? Здесь же все божественно. С чего начинается пользовательский опыт? Ну, за исключением того, что человек зашел в App Store, скачал приложение, все, оно скачалось. И вот он видит перед собой иконку, он на нее нажимает. И здесь первый момент, когда пользователь начинает ждать. И, соответственно, первое, что нам нужно измерить, это время запуска приложения. Здесь на диаграмме представлен типичный цикл запуска приложения. Сначала у нас пользователь нажимает на иконку, она загружается в память, происходит динамическая линковка и так далее. Все то, что называется pre-main. То, что от нас, в общем-то, на этапе, если это уже попало к пользователю на девайс, скорее всего, не особо зависит. Потом выполняется метод main и дальше различные другие шаги инициализации. Соответственно, как мы измерим время запуска? Это очень просто. Поместим в метод main начало какого-то таймера, а пользователь видит первый экран в это событие, поместим окончание таймера. И время измерено. Все очень просто. Кроме того, есть способы, как измерить то время, которое произошло до метода main. Об этом, к примеру, рассказывали тоже на Mobius некоторое время назад. Но здесь я бы не рекомендовал это мерить у реальных пользователей или, по крайней мере, на это закладываться, потому что оно очень сильно зависит от того, это горячий или холодный запуск, и вы это у реальных пользователей, насколько мне известно, никак не можете определить. И поэтому разброс результатов такой, что на него нельзя полагаться. Это лучше мерить все-таки в лабораторных условиях. А вот все остальные шаги вы можете измерить, они будут более-менее стабильны, и это вы сможете оценивать. Но вот в таком методе измерения есть одна проблема. Иногда первый экран выглядит как-то так. Да, формально у нас появился первый вью-контроллер, он что-то делает, но много пользы это дает нашему юзеру. Да, он видит, что приложение не умерло, и что надо еще подождать. Но он все еще ждет, потому что у нас как-то в итоге это выглядит примерно так. У нас есть какая-то в бэкграунде загрузка контента, и когда только она заканчивается, пользователь видит первый ценный экран. И вот здесь, если у вас есть такая ситуация, важно не перепутать, когда же вам останавливать таймер. Потому что именно замеряя время до первого ценного экрана, вы получите, сколько же пользователь реально ждет. Потому что у вас, может быть, все мега быстро, супер запускается, но потом еще две минуты что-то качается с сервера 300 мегабайт JSON. Мало ли. Не хотелось бы этого. Итак, у нас пользователь запустил приложение, и он хочет воспользоваться какой-то фичей, для этого надо ему до нее добраться. Соответственно, он будет пользоваться интерфейсом, он будет скролить, свайпить, тапать и так далее. И, естественно, желательно, чтобы его не бесить, интерфейс должен быть отзывчивым. Все мы хотим, чтобы у нас скролл работал как-то так. Но иногда он работает вот так. Чтобы такую ситуацию поймать в продакшене, и узнать, что она у вас существует, естественно, хотелось бы трекать значение FPS. Для того, чтобы понять, как это затрекать, давайте немножечко углубимся в то, собственно говоря, как у нас происходит отрисовка, и тогда мы поймем, что же именно и каким образом мы можем измерить. Вот такую нехитрую схему я стащил с сайта Apple. Собственно говоря, это все, что надо знать о процессе отрисовки, о том, что мы с вами пользуемся UI-китом, но иногда мы пользуемся Core Animation. UI-кит тоже пользуется Core Animation. А Core Animation, в свою очередь, рисует с помощью Metal через GPU, или с помощью Core Graphics обсчитывается через CPU, и потом в итоге тоже это попадает на экран. Что же, собственно говоря, это нам дает? Это нам дает понимание, что какие бы UI изменения мы ни делали, все начинается с того, что за нас Core Animation начинает транзакцию. Транзакцию Core Animation, которая позволяет… Вот, к примеру, здесь мы сделали 4 изменения. Нам же не надо каждые 4 раза перерисовывать наш экран. Мы хотим все, изменить все, что нам надо, и потом на основе этих изменений отрисовать новый экран. Для этого открывается новая транзакция, и надо понять, когда же она закрывается, когда же, собственно говоря, наши изменения отправятся на отрисовку. Здесь мы вспоминаем, что у нас есть такая вещь, как Run Loop. И давайте посмотрим, собственно говоря, что же делается в Run Loop главного потока. На каждом цикле у нас примерно 3 вещи могут произойти. Во-первых, обработаются входящие ивенты. То есть пользователь тапнул какую-нибудь кнопочку, и вы там что-нибудь перекрасили. Или, к примеру, пользователь в данном примере… Нажал на кнопочку «Стереть картинку», вы картинку сами живью убрали. Потом у нас выполняются заскедуленные блоки. То есть вот тот самый Dispatch Main Async, который у нас напихан просто вот везде-везде-везде-везде. У вас пришел какой-нибудь ответ от сети, и вы делаете Dispatch Main Async, что-нибудь там засетить куда-нибудь там. Оно выполнится вот в этот момент. И в конце концов у нас выполняются таймеры. Те NS-таймеры, которые вы заводили в вашем приложении, они сработают, и, возможно, вы тоже по этому таймеру захотите как-то проапдейтить UI. В итоге у нас мы один, два, три раза, возможно, за один run loop, но вряд ли это будет за один run loop, но в нашем синтетическом примере проапдейтили UI. И у нас есть какая-то открытая транзакция, в которой есть какие-то изменения. И под конец run loop у нас, собственно говоря, произойдет коммит этой транзакции. И в момент коммита транзакции все наши изменения уедут на отдельный процесс, который, собственно говоря, занимается рендером на экране. И, в общем-то, казалось бы, чем быстрее крутится run loop, тем больше кадров в секунду мы отрисовываем, и достаточно просто мерить, сколько раз пробегает run loop. Это не совсем так, потому что иногда у вас тяжелая, может быть, какая-то графика, и в такой ситуации уже рендеринг процесс не будет успевать столько раз отрисовать это на экране, сколько раз вы его попросили это сделать. Для того, чтобы учесть оба фактора, мы можем с вами использовать такую тулзу, как C-DisplayLink. DisplayLink — это объект из Core Animation, который Apple сделала для тех людей, которым важно отрисовывать графику очень точно по времени. К примеру, вы воспроизводите видеоролики, и вы хотите, чтобы у вас движения вашего персонажа были естественные, не было такого, что он сначала как-то быстро рукой махнул, а потом медленно назад повел. Потому что если какой-то кадр прошел, вы его не успели нарисовать, вам уже не нужно его рисовать. Именно для этого создан DisplayLink. Это довольно точный инструмент, там есть различные умные проперти, которые показывают, когда отрисовался последний кадр, когда отрисуется следующий кадр и так далее. Мы же этот точный крутой микроскоп возьмем и используем для забивания гвоздей. Гвозди очень простые. Мы просто будем считать, сколько раз он в секунду срабатывает. Сколько раз он в секунду сработал, столько у нас фпс. Все очень просто. То есть мы с вами создаем объект, кладем его в главный run loop и считаем, сколько раз он за последние 10 секунд у нас выстрелил или наоборот, сколько времени прошло за последние 10 срабатываний. Вот вам и фпс. Дальше, имея эту цифру, вы можете ее отправить в любой сервис аналитики, который вам больше нравится. Окей. Пользователь запустил приложение. Он сновидировался туда, куда он хочет. Он может воспользоваться какой-то функцией. И что дальше? Давайте посмотрим, что дальше. Сейчас, подождите, не нужно. Блин, телефон забыл. Ничего еще не ко мне надоело? Никто не вышел, да? Ну подождем первого вышедшего, кому надоест. Он будет отличным олицетворением нашей проблемы. Того, что пользователи зачастую бесит время и ожидание какой-то вашей операции. И, естественно, вам нужно отслеживать, сколько же времени занимает ваша операция. Итак. Ну вот тут есть другая проблема еще. Если с фпс и временем запуска все стандартно, все приложения запускаются одинаково. Фпс тоже он примерно одинаковый у всех. Рендерится все одинаково и так далее. Операции у всех совершенно разные. У кого-то это заказать такси. У кого-то это применить какую-то красивую стилизующую нейросеть. У кого-то это отправить формочку на сервер. У кого-то это обработать видео. Операции очень разные. Здесь нельзя точно сказать, как их измерять. Кроме того, что надо ее начать и закончить. Но, тем не менее, я все-таки постарался дать два совета, как это сделать на основе своего опыта. Первый совет будет звучать немного провокационно. Забейте на архитектуру. Ну, правда, ребят. Сейчас у нас это очень модное направление, архитектура мобильных приложений. Мы думаем, какая архитектура поможет нам больше переиспользовать код. Какая поможет нам работать быстрее. Какая поможет избежать конфликтов в примерже и так далее. Но в итоге у нас выглядит типичный кусок функциональности как-то вот так с точки зрения архитектуры. У нас пользователь нажимает на какой-нибудь контрол отправить формочку. Контрол говорит, вью-контроллер, что его нажали. Тот идет к презентеру, тот к интерактору. Интерактор ходит на несколько сервисов. Там так далее, так далее. И потом в итоге это все приходит во вью. И пользователь в итоге что-то видит. И вот здесь мы все такие крутые архитекторы. Начинаем думать. Наверное, надо положить измеритель в интерактор. А может быть в презентер. А может вообще в URL-сэшн что его выносить-то? А может в нетворк-сервис, потому что нетворк-сервис больше всего переиспользуется. Мы сможем переиспользовать наш код. Это же круто, переиспользовать наш код. Но давайте вспомним, что пользователь начал ждать в момент, когда он нажал на контрол. И закончит он ждать тогда, когда он на вьюхе увидит изменения. И вот всякие различные реактивные фреймворки, скедлинги на другие потоки и так далее. Все это занимает время. Все эти связи между слоями, dependency, ejection. Поэтому я бы рекомендовал вам начинать заканчивать изменения во вью-контроллере. Нет, вы можете, конечно, в контроле вью, это будет еще более точно. Но, как правило, все-таки вью-контроллер и вью, и вью-контроллер и контролл связаны жестко, связаны в одном потоке. И действительно временной лаг будет микроскопический на несколько миллисекунд. А это первая точка, где соединяется вход и выход. Поэтому именно здесь лучше всего это измерять, и тогда вы сможете узнать, скажем, о том, что у вас какая-нибудь там RX-цепочка между презентером и интерактором растянулась слишком долго. Дольше, чем вы ожидали. И второй совет, собственно говоря, сформулировал не я, его сформулировал человек, который добился войти несколько больше, чем я. Это Билл Гейтс. У него есть такая цитата «Your most unhappy customers are your greatest source of learning». Что означает, что ваши самые несчастные клиенты – это ваш самый большой источник знаний. И это правдиво и для нас, потому что в первую очередь, что мы этим хотим добиться? Мы хотим узнать, что же не нравится нашим пользователям. Мы хотим узнать, какое именно значение какой-то нашей метрики их бесит. Поэтому главное, что мы должны отслеживать, это не просто время какой-то операции, а время, при котором пользователь вышел, канцельнул, кинул iPhone об стену и так далее. Это именно то, что больше всего нас интересует. Итак, касаемо времени ожидания, подведем в итоге. Во-первых, нам надо измерять именно от нажатия иконки какой-то или кнопочки до фактического появления результаты на экране. И никак иначе. Иначе мы можем что-то пропустить. А с другой стороны, перерыванные операции – это одна из наших самых интересных вещей. То, за чем мы идем. Окей. У нас есть с вами, допустим, три метрики для… С микрофоном все окей? Отлично. Допустим, у нас есть три метрики для понятия, насколько довольны или недовольны наши пользователи. Это время запуска, это FPS и время ожидания. Ну, допустим, одной операции. Мы начали с одной операции, какой-нибудь самой важной. Окей. 2, 10, 18. Что делать? Куда эти цифры приложить, кому скормить? Непонятно. Надо разобраться, как же их интерпретировать. Собственно говоря, с FPS и временем запуска все довольно просто. Как мы с вами уже говорили, приложения устроены все в этом плане довольно одинаково. И вам просто нужно быть не хуже конкурентов. Если вы лучше конкурентов, то вообще все супер, топ, зашибись. Данные по конкуренту вы можете намерить как-то самостоятельно. Вы можете поискать различные отраслевые отчеты в интернете. Вы можете заказать такой отчет самостоятельно. К примеру, наш кастомер заказывал у одной американской консалтинговой фирмы. Здесь уже мне никто не запрещал говорить, я просто не знаю, какой реально. Отчет по своим конкурентам. И они сказали, ребят, у ваших конкурентов в среднем по модельной линейке, я не знаю, честно говоря, на каком именно айфоне они это мерили, почему-то они это скрыли. Два секунды на время запуска и 51 FPS. Соответственно, нам надо было сделать лучше. Все очень просто. Та самая вещь, о которой на киноте сегодня Дак уже говорил, про машинки разных компаний разных цветов. Я думаю, вы видели. Куда интереснее с временем ожидания операции. Потому что да, у вас могут быть прямые конкуренты. Да, они, возможно, делают что-то подобное. Но их результаты не обязательно применимы к вам напрямую. Потому что, возможно, у вас разные UX и какая-то операция, у которой у них две операции, у вас одна операция. Или наоборот, у них одна, у вас две операции. Или, возможно, у вас анимации сильно красивше, чем ихняя, и поэтому пользователи готовы подождать. Или, может быть, у вас дешевле. Так или иначе, просто сравнивать время не совсем корректно. И мы решили применить такой способ. Построили вот такой график, где по оси Y это процент пользователей, которые, собственно говоря, не дождались завершения операции. А по оси X это, собственно говоря, то время, при котором они нажали кнопочку cancel. То есть что он нам говорит? Он нам говорит, к примеру, что при времени ожидания 3 секунды 2% пользователей выходят из нашего приложения или прерывают нашу операцию. Что нам дает такой график? Он позволяет поставить четкую цель. Вы можете взять несколько своих коллег из технической команды, встретиться с продуктовой командой и решить, собственно говоря, к какой цели по времени вам надо стремиться. К примеру, продуктовая команда говорит, окей, мы можем потерять не больше 2% пользователей. Вы смотрите на этот график, понимаете, что вам надо в 3 секунды уложиться, смотрите, открываете быстро с ребятами макбуки, смотрите код, что там такое. Говорите, не, ну, ребят, никак, в 3 секунды мы не уложимся, это будет очень дорого, мы месяца 2 будем всей командой этого оптимизировать, еще неизвестно, получится или нет. Тогда они говорят, окей, а что если 4 секунды? Смотрим 8% пользователей, продуктовую команду это все еще устраивает, они, конечно, уже не такие веселые, как пришли на митинг, но все еще как-то готовы с этим жить. И тогда мы понимаем, что окей, мы договорились на 4 секунды, значит, нам надо стремиться именно к 4 секундам. Тогда у нас появляется четкая цель, а когда мы имеем какую-то четкую цель, добиваться ее гораздо проще. Собственно говоря, это 3 основные метрики, которые я хотел вам рассказать, и они связаны с тем, что же пользователям не нравится в нашем приложении. Дальше нам надо вот эти самые 4 секунды как-то добиться. Нам надо решить, что оптимизировать. Здесь уже совсем ничего интересного не будет. Здесь мы просто вспомнимаем, что у нас все-таки есть архитектура, и, соответственно, у нас есть уже какие-то готовые программные модули, и каждый из них можно измерить, сколько времени занимает он. Можно посчитать время на входе, можно посчитать время на выходе, и готово. Вы, к примеру, резко узнаете, делаете для себя открытие, что у вас жутко медленный data storage. Или что-то ваш validation сервис так валидирует, что 2 минуты это делает. А может быть у вас просто сервер долго думает и долго отвечает на HTTP, и запрос. Собственно говоря, измерив каждый из блоков кода в интересующем вам участке по отдельности, вы сможете это узнать. По сути, это то же самое профилирование, но на реальных пользователях. Когда вам профилирование дома у себя в офисе не помогает, вы не знаете, что не так у вас, на ваших данных все летает. Вы идете к реальным пользователям, профилируете с помощью них. Отдельно хотелось бы сказать именно про тот участок, где URL session, потому что сетевые запросы – это опять та же стандартная вещь, которой можно чуть-чуть больше найти, чем во всех остальных. Кроме времени, очевидно, мы можем отслеживать статус операции, размер запроса и ответа, и также, когда мы это делаем, хорошо бы применять паттерн-мейчинг. Что касается статуса операции, я думаю, всем понятно. Таким образом вы можете отслеживать, насколько успешны у вас операции, потому что, возможно, у вас где-то собака зарыта в том, что они слишком часто падают. Возможно, где-то ванны не проверяются перед отправкой, или сервер как-то ошибается. К примеру, когда я вам показывал слайд с двумя тысячами пользователей, которых подвел логин-сервис. Как мы об этом узнали? Все очень просто. Мы увидели, что мы зарелизились, и на этом новом релизе 30% запросов к одному из эндпоинтов падают с ошибкой 403. То есть пользователь не авторизован. Хотя по коду нашего приложения не авторизованный пользователь не может делать такой запрос. Так мы узнали о том, что у нас есть ошибка в логин-сервисе, и к моменту, когда первый из трехгневных отзывов в App Store появился, у нас уже на ревью Apple лежало исправление для этого. И мы смогли среагировать на опережение. Размер запроса и ответа поможет вам лучше понимать, каким объемом данных оперируют ваши пользователи. Потому что вполне возможно, что вы думали, что какая-нибудь страничка ответа займет 1 килобайт, а она занимает 100 килобайт, потому что фотографий в профиле у пользователя больше. Или пишет он более длинные сообщения, чем вы думали. Всякое может быть. И с помощью этого вы сможете это все как-то подогнать. К примеру, уменьшить количество элементов на одной странице загрузки при пагинации. Раз, и решили проблему. А что касается паттерн-мэйчинга, у нас зачастую один из параметров находится прямо в пути нашего запроса. И в итоге наш сервис аналитики без паттерн-мэйчинга видит 4 разных запроса. Причем каждый из этих пользователей, на запросы информации о которых мы ходим, не очень популярный человек, и его страничку, скажем, посещают 3 раза в неделю. 3 раза в неделю на каждый запрос – это не статистика. В то же время, собрав информацию о всех таких запросах воедино, мы получаем несколько тысяч запросов в день. И таким образом уже можем говорить о реальной статистике, что же у нас хорошо или не очень хорошо с этим запросом. И тут мы с вами переходим к третьему нашему юзкейсу. Это, собственно говоря, нам надо предотвратить все вот это вот. Вот это все хорошо, но мы хотим сразу сделать, чтобы пользователю понравилось. Для этого нам надо еще на этапе проектирования, ну или хотя бы на этапе тестирования, применять те условия, в которых наше приложение будет работать. И раз уж мы говорили о сети, начнем мы с сетевых условий. Всем, я думаю, знакомы эти пару экранчиков в iOS – это Network Link Additioner, который позволяет вам выставить свои параметры ограничения сетевого соединения. Там есть различные пресеты, и в том числе вы можете выбрать собственный пресет создать. И вот здесь начинается непонимание того, какие цифры вводить. Мы начинаем, как правило, мы их придумываем. Скажите, кто придумывал для кастомного пресета цифры сам из головы? Ну вот я опять не угадал с руками. Я думал, будет больше. Ну ладно. Собственно говоря, для того, чтобы нам знать, какие цифры туда вводить, нам надо знать три вещи. Первое – это наличие соединения. Второе – это скорость передачи данных. И третье – latency. Во-первых, начнем с наличия соединения. Это не то, что оно просто тупо есть или его тупо нет. Понятное дело, что если его тупо нет, вы делаете офлайн-приложение сразу и все. Как бы вопросов нет. Проблема в том, что у нас девайсы мобильные, и оно может быть то быть, то не быть. Пользователь, к примеру, едет по загородной трассе, и у него то 4G, то Edge, то вроде 4G, но не ловит совсем. Или он может, к примеру, из этого зала перейти в тот зал. И в этот момент тоже у него пропадет соединение. И, собственно говоря, зная, сколько процент по времени у вас это соединение имеется, вы будете знать, на какой процент ретраев вам рассчитывает, сколько раз оно у вас все будет обрываться и падать. Скорость передачи данных, я думаю, самая очевидная. Понятное дело, что чем быстрее у нас загружаются данные, тем больше мы можем делать размер запроса и ответа, не разбивая его на части. И latency – это то время, которое нужно, чтобы, в принципе, соединение дошло у нас от сервера до клиента и обратно, соответственно. То самое время, которое у геймеров еще пингом называется. Давайте посмотрим, как последние две вещи можно вытащить из обычного HTTP-запроса. Для этого нам надо узнать, собственно говоря, на что уходит то время, в которое он бегает. Посмотрим. Ну, начнем с того, что любой практический запрос у нас начинается с того, что нам надо наше доменное имя превратить в IP-адрес. Соответственно, у нас происходит сначала поиск DNS. Слава богу, он происходит, скорее всего, один раз за время работы вашего приложения, потому что дальше используется закешированный DNS. Тем не менее, когда-то это происходит. После чего по TCP мы устанавливаем соединение. Запрос у нас, поскольку по SSL мы производим SSL Handshake. После чего мы, собственно говоря, начинаем загружать наш запрос. Путь, хедеры, body, если он есть, метод и так далее. После чего сервер делает свою темную магию, оперирует какими-то табличками, что-то берет, что-то куда-то кладет и так далее. И в итоге у него для нас есть какой-то ответ. Этот ответ нам надо на девайс назад загрузить. И у нас происходит data download. Собственно говоря, что из этого latency? В latency у нас будет установление TCP соединения с SSL Handshake, потому что это то время, которое никак не зависит от количества наших данных. Еще можно DNS относить, но мы с вами уже условились, что DNS у нас, скорее всего, закеширован. И это какое-то маленькое время. Во-первых, вы можете это вытащить с помощью обращения к CF Network и там различными низкоуровневыми API узнать, что же конкретно он в данный момент делает. Но это не очень удобно и это очень сложно. Поэтому гораздо проще найти такой запрос, в котором у вас будет очень маленький объем загружаемых данных, очень тупой сервер, который ничего не думает и очень маленький объем скачиваемых данных назад. В такой ситуации у вас latency уже будет примерно равен общему времени запроса. Если у вас запрос искусственный и у вас реально кристально чистый какой-нибудь путь из одного слэша, сервер тут же пуляет ответ обратно и у вас этот ответ из одного бита информации, то у вас практически полное совпадение будет. Если вы просто выберете по аналитике какой-нибудь запрос, который самый маленький, то это будет такая вещь, которая примерно позволит вам это оценить. Собственно говоря, зачем вам нужен latency? Именно для этих самых маленьких запросов, потому что зачастую мы делаем маленькие запросы, специально маленькими для того, чтобы дать пользователю какой-то интерактив. Он нажал кнопочку, у него тут же что-то перекрасилось на основе ответа от сервера и так далее, и он не видит вот этих всех колесиков прокрутки в принципе ни секунды, потому что мы это делаем типа интерактивно, пользователю кажется, что это без задержки происходит. Так вот, какой бы маленький у вас ни был запрос, если у вас большой latency, у вас никакого интерактива не выйдет. Ну и дальше все очень просто. Мы можем этот же фокус применить как на загрузку, так и на выгрузку данных сервера. То есть берем большой запрос с маленьким ответом, получаем примерную оценку скорости загрузки данных на сервер. Берем маленький запрос с большим ответом, получаем примерную скорость скачивания данных. Но здесь никакого rocket science, собственно говоря, нет. Следующая вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, это количество свободной памяти в приложении. Собственно говоря, зачем нам это знать? Нам это надо знать для такой ситуации. Представьте, ваше приложение только что запустилось, оно занимает какое-то место в памяти, и параллельно с ним в памяти существует два предыдущих приложения, которые пользователь пользовался до этого. Потому что у нас же многозадачная среда. Что будет, когда вы аллоцируете какую-то память? У вас, очевидно, уменьшается количество свободной памяти. После этого вы аллоцируете еще память, и оно уменьшается еще раз. И в этот момент система видит, что свободной памяти осталось маловато. Что она делает? Она убивает неактивное приложение, памяти становится больше. И все хорошо. Но проблема в том, что убитие другого приложения – это отдельный процесс, который не ваш процесс. Если вы в какой-то момент попытаетесь аллоцировать больше, чем у вас свободно конкретно сейчас, вы просто упадете. Ваше приложение вылетит, пользователь будет недоволен, и он не будет понимать, что же происходит. Чтобы такой ситуации не запустить, чтобы понимать, какими ресурсами вы располагаете на запуске, насколько вам надо осторожно этот запуск делать, к примеру, разворачивать какие-то ваши ресурсы потихонечку порциями, чтобы система не пропустила тот момент, когда надо убивать приложение соседа, вам надо знать, сколько же у вас есть свободной оперативной памяти. Кроме этого, дальше уже начинается исследование того, что зависит от вашего домена. Если вы сохраняете много файлов в файловую систему, смотрите, сколько там места. Если вы занимаетесь онлайн-видео, смотрите, какая у вас буферизация, какой у вас битрейт и так далее. Если вы занимаетесь какими-то геопозиционными вещами, смотрите, насколько точная ваша геопозиция, с какой точностью она измеряется. К примеру, вы хотите запилить мегафичу, где пользователю говорится, пройдите 10 шагов прямо, поверните направо, в нашем суперкрутом желтом, зеленом или красном банке. А оказывается, что у пользователя в основном точность 50 метров. И ваши 10 шагов ему ни о чем не скажут. И так далее. Поэтому мы на этом сильно останавливаться подробно не будем. Это зависит уже от домена. Давайте поговорим о том, чем измерять. Мы не будем сейчас брать изменения в коде, потому что мы с вами уже посмотрели, какой код нам надо написать, чтобы что-то измерить. Мы поговорим о том, как дальше это все собирать. Я не хотел бы прям вот какую-то рекламу делать, но так получилось, что я пользовался только одним сервисом, который меня полностью устраивает. Это Firebase Performance. По сути, это сейчас такой индустриальный стандарт, потому что если ты хочешь измерить какую-то производительность, скорее всего, тебе в первую очередь его укажут. Ну, он делает все основные вещи, которые нам нужны. Он из коробки у нас трекает время запуска, из коробки он трекает время сетевых операций. У него есть кастомные таймеры, которые позволяют вам измерить любую другую операцию, в которую вы захотите. И при этом он все наглядно показывает. Он вам сегментирует по устройствам, по типу подключения к сети, по версии iOS. Даже по оператору связи он сегментирует, к примеру. И при этом он отслеживает как перцентильные, так и медианные значения. Это тоже важно. Но чтобы не зацикливаться на Firebase, давайте посмотрим. Есть у нас еще из крупных игроков. Это New Relic. Я думаю, есть среди вас люди, которые по какой-то причине не использовали Crashlytics, а использовали New Relic. Довольно известное решение на рынке отлова крашей. Но кроме этого у них есть библиотека для измерения производительности. Это AppDynamics, который делает Cisco. Про его известность я не рискну что-то сказать, но он есть, и он используется определенными интерпризными игроками. И кроме того, конкретно в вашей области, чем вы занимаетесь, могут быть какие-то свои игроки, которые замеряют характеристики, именно важные для вашей отрасли. К примеру, мы занимались видео, у нас это была Conviva. Она предоставляет такие метрики, как количество пользователей, не дождавшихся загрузки видео, ребуферизация, битрейт и так далее. Все это меряется практически из коробки и сильно облегчает вашу жизнь. Вам не нужно писать собственные вещи, тратить на это уйму ресурсов и так далее. Ну и, естественно, не надо забывать о том, что у вас наверняка уже существует какой-то ваш инструмент аналитики. Я не знаю, Flurry, Google Analytics, Adobe Analytics, что-то еще, самописное, возможно, что-то. Вы можете, в принципе, взять и измерить все характеристики самостоятельно, написать для этого свой код и потом просто отправить в ваш инструмент аналитики. Таким образом, вы не затащите каких-то зависимостей, которые вы не хотели бы затаскивать. Раз. И, во-вторых, вы сможете агрегировать эти значения с другими метриками пользовательскими. К примеру, вам надо выяснить, насколько время запуска видео влияет на количество пользователей, оплачивающих подписку. Вы хотите вообще разобраться, вам инвестировать в это или не инвестировать, это никак не влияет. Вы агрегируете это с вашей системой и узнаете, что, к примеру, если у пользователя в среднем за месяц все видео запускались до 3 секунд, он с вероятностью 50% оплатит подписку. А если больше 3 секунд, то вероятность только 20%. И таким образом вы понимаете, что да, в это надо инвестировать. Или, может быть, наоборот. А, и так, и так платят. Можно, значит, и не париться. Ну, очевидно, это так, хоть как бы цинично не было. Давайте посмотрим немножечко типичных ошибок. Вечеринка с пивом уже близко. Держитесь. И главная вещь, которая происходит при любой аналитике, будь то аналитика производительности, аналитика поведения пользователя, что угодно, зачастую мы не до конца понимаем, что именно мы измеряем. С такой ситуацией столкнулся и я. У нас была та самая ситуация, когда у нас происходила загрузка контента в бэкграунде, и пользователь сначала видел только первый экран, а только потом уже первый ценный экран. И мы решили, что надо это как-то ускорить. И сделали вот такую вещь. Мы добавили просто локальный кэш, и у нас все стало происходить синхронно, быстро, и пользователь без всяких анимаций сразу попадал на главный экран. Все чудесно. Но есть одна проблема. Если бы мы пользовались столько встроенными средствами Firebase-аналитики, мы бы выяснили, что у нас время запуска ухудшилось. Просто потому, что Firebase понятия не имеет, какой экран у вас ценный. Что делает Firebase? Она вообще на самом деле не меряет появление экрана. Если вы залезете глубоко в документацию Firebase, вы узнаете, что время запуска по Firebase это время, прошедшее от загрузки первого объекта в память. Причем очень странно. Непонятно, что они имеют в виду загрузка первого объекта в память. Ну окей. До того, как у вас первый раз прокрутится run loop в активном состоянии приложения. То есть есть у вас view-контроллер, который показывает нужные вещи в этом состоянии. Окей. Оно замерило. Вообще нет у вас view-контроллера никакого. У вас черный экран. Окей. Оно замерило. Или у вас есть анимация, и оно все равно замерило именно эту точку. Таким образом, у нас добавилась загрузка локального кэша. Она занимает 0,1 секунды. И вот, пожалуйста. Время увеличилось. Хотя на самом деле мы сократили с 4 секунд до 2,1. Вот такой простой пример, что будет, если мы будем ориентироваться на метрику, которую до конца не знаем или до конца не понимаем. Следующий момент – это, опять же, возвращаемся к предыдущим слайдам, это обработка прерванных операций. Мы с вами уже говорили, что это очень важно, и зачастую, если мы это забудем сделать, то мы потеряем много ценной информации. То есть, к примеру, здесь приведен пример кода, что пользователь у нас нажимает какую-то кнопочку, она запускает какой-то сервис, сервис что-то делает, и когда он закончил, мы останавливаем таймер. Все, круто, мы замерили все. Но проблема в том, что пользователь может отменить. И тогда мы просто останавливаем сервис, и ничего не произойдет с точки зрения измерения времени. Просто ничего, результат потеряется. Или операция может упасть, и все то же самое. Поэтому первое, что мы должны сделать, это останавливать таймер во всех ситуациях. И в случае ошибки, и в случае отмены пользователя. Но здесь мы все еще под угрозой. Мы под угрозой иллюзии того, что у нас все хорошо. Представьте, у вас операция занимает 20 секунд. Один пользователь из десяти ее дождался. Девять пользователей из десяти вышли на одной секунде. В итоге у вас имеется очень низкая средняя цифра, вы очень рады, и как бы кажется, что все хорошо. На самом деле, это значит, что у вас большинство людей просто выходят, а вы об этом даже не в курсе. И вы не знаете при этом и реального времени операции. Поэтому важно не просто остановить таймер, а помечать его флагом, чтобы понимать, что же, собственно говоря, мы измерили. Мы измерили время успешной операции, мы измерили время неуспешной операции, или может быть мы вообще измерили время, при котором пользователь вышел. То есть это вообще, по сути, не время вашей операции, а время, которое пользователь задолбал ждать. Зная эту информацию, вы потом сможете отдельно принимать решение. И вот тот самый процент пользователей, который вышел, высчитывается именно из этого, потому что мы знаем, сколько пользователей совершили успешную операцию, а сколько пользователей прервало операцию. Таким образом мы можем посмотреть на их соотношение. Дальше. Я тут говорил о преимуществах аналитики производительности над профилированием, но это не одно и то же. И это не значит, что аналитика, нам все, можно ничего не профилировать, инструмент, не, не знаю, все, выкиньте это, уберите из X-кода, что место занимает лишнее. Это разные вещи, и они позволяют делать разные задачи. То есть с одной стороны, к примеру, аналитика вам покажет проблему только тогда, когда это уже случилось у реальных пользователей, уже что-то пошло не так. Если вы будете профилировать, особенно профилировать умно, с реальными данными и так далее, то вы сможете этого избежать заранее. Или, к примеру, вы что-то решаете, какую-то задачу, вы хотите измерить у реальных пользователей, сколько же занимается времени какая-то операция, сначала подумали, что надо измерить. Затащили зависимость на аналитику, добавили ее, прошли код ревью, прошли регрессию перед релизом, отправили в App Store, прошли ревью, зарелизились, подождали несколько дней, пока значительная часть пользователей установит именно эту версию приложения. и в конце концов вы имеете какие-то результаты. Что же вы делаете во время профилирования? Вы просто собираете Command-I сборку под инструменты и сразу имеете результат. Ну и в конце концов вы просто можете проводить эксперименты. А что будет, если я отключу все функции, оставлю только одну? А что будет, если я отправлю это не в JSON, а в GZip? А что будет, если у меня будет экран миллион на миллион пикселей? Мало ли, что вы хотите проверить. Все эти эксперименты можно сделать именно в лабораторных условиях, когда вы точно знаете все параметры окружения, потому что в аналитике у вас всегда есть какие-то темные пятна, что-то, что вы не знаете, что-то, что вы не контролируете. И именно в этом, наверное, будет все-таки ключевая разница. И последняя вещь, которую я хотел бы предостеречь, это не надо пытаться делать все-таки самописные инструменты прямо на все, потому что анализ производительности это довольно сложная вещь с двух сторон. С одной стороны, мы вынуждены лезть в какие-то чувствительные участки приложения, которые могут сломать все, если, допустим, какую-то ошибку. То есть, к примеру, если мы сделаем таймер, который производит краш, и будем мерить им время запуска, то у нас пользователи вообще, возможно, где-то приложение запустить не смогут. Или в отрисовщик что-то вставим свое. С одной стороны. С другой стороны, все-таки главное, что мы хотим понять, что пользователям не нравится, негативные стороны. Это всегда затрекать несколько сложнее, чем позитивные, потому что пользователи закрывают приложение, пользователи не дают нам шанса отправить это по сети. Или приложение может, в конце концов, просто упасть и не иметь возможности отправить. И поэтому логика может быть несколько более сложной, потому что где-то что-то надо сохранить, заскедулить, убедиться, что вы отправили, но при этом убедиться, что отправили один раз и так далее. В итоге это занимает много времени, и зачем, если в принципе много готового. Итак, давайте подведем с вами итоги. Во-первых, аналитика производительности на реальных пользователей поможет вам разобраться в источниках проблем и более того найти какие-то проблемы, о которых вы просто не подозревали. Во-вторых, вам надо тщательно изучить, что же вы хотите измерять, потому что для разных проблем, для разных use-кейсов существуют различные метрики, которые показывают разные вещи. От времени запуска измерения операции целиком до отслеживания каких-то сетевых операций по отдельности. И в конце концов старайтесь использовать готовые инструменты, но комбинируйте их со своими, чтобы измерять именно то, что вы хотите, а не то, что вам диктует этот инструмент. Собственно говоря, на этом у меня все. Все, пишите классные приложения, чтобы они радовали пользователей. Привет, спасибо за доклад, очень было интересно. И такой вопрос, а вы у себя сейчас используете при сборке в App Store Bitcode или нет? Спасибо за вопрос. Насчет Bitcode, конкретно то приложение, о котором я рассказывал, да, Bitcode использовался, но в принципе, по-моему, большая аутсорсинговая компания, у нас есть разные приложения, где-то есть, где-то нет. Ну и также практика аналитики производительности, где-то есть, где-то нет. Так, просто, не, интересно то, что получается, у вас можно делить данные об аналитике где-то 50 на 50, потому что я знаю, что когда ты используешь Bitcode, в принципе, доверять этим билдам не очень, так сказать, имеет смысл, потому что в App Store может немножечко отличаться компилятором и тому подобное. Я просто очень много видел статей, где предупреждаю о том, что у вас может даже где-то крыша происходить там, потому что, ну, где-то в приложении, потому что в App Store может что-то отличаться при сборке. И второй вопрос такой. Вы профилирование проводите на релизной сборке и оптимизацию, ну, то есть смотрите уже оптимизированный код, или все это происходит именно на Dev-версии с неоптимизированным кодом? Здесь, на самом деле, зависит от того, что мы хотим получить от профилирования, потому что, к примеру, если это какая-то изначально поставлена, ну, предположим, мне задача что-то оптимизировать, я могу действительно начать с неоптимизированной Dev-сборки, попасть на какое-то бутылочное горлышко и, в общем-то, просить себе жизнь. Но если ничего не находится, да, надо идти к решению сборки. Я бы сказал это так. То есть получается, в принципе, вы можете провести профилирование и оптимизацию на Dev-коде, и, в принципе, это может, ну, как бы, соответственно, заимпактить нормально уже, получается, релизную сборку, ну, улучшить работу. Да, в определенных случаях это уже может помочь. Здесь я еще раз хотел бы сделать отсылку к сегодняшнему кей-ноуту от Дага, потому что он реально очень помогает для понятия этой темы. Если вы обратили внимание, когда он рассказывал о степах по оптимизации картинок, у него сначала вот так вот резко упало, а потом по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так вот, вот именно этот скачок первой резки вы можете найти, в принципе, на Dev-сборке, скорее всего. А вот потом вот эти вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, уже не факт. Получается, когда вы провели оптимизацию, вы, ну, то есть вы не можете 100% утверждать, что вы, как бы, провели это на 100% отлично, потому что, ну, у вас нет данных о том, что эта оптимизация как-то реально повлияла, потому что, ну, опять же, лабораторные условия, какие-то искусственные все равно ситуации. То есть, получается, вы, грубо говоря, на удачу выкатываете это в веб-сторон, ну, и, соответственно, снова собираете аналитику. По сути, да. То есть, если у нас есть какая-то одна большая серьезная проблема, и мы нашли что-то очень тормозящее, вполне возможно, с большой долей вероятности мы пофиксили. Но по факту мы не сможем узнать, пока не протестируем на реальной аудитории. И ради интереса просто, какое крыш-фри у приложения? Еще раз. Крыш-фри какое у приложения? Я сейчас затрудняюсь ответить, сколько там после запятой, после девятки. Ну, то есть там больше 99%, как бы, не надо думать, что совсем у нас отстой. Не-не-не, я просто к тому, что я, на самом деле, дальше не помню. Честно. Хорошо, спасибо. Приложение просто, я уже над ним не работаю, поэтому немножко забывается. Спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо за доклад, было очень интересно. Хотел спросить, как вы использовали эти метрики при релизе? Как вы, ну, есть ли какая-то автоматические анализы? И внедряли ли вы Continuous Integration? Continuous Integration внедряли, но на самом деле с этой аналитикой никак не связан, потому что, собственно говоря, на этапе билда ничего не измеряется конкретно аналитикой, да? Это происходит у реальных пользователей, поэтому, по сути, из автоматизации в этом плане. На некоторых метриках есть алерты, которые позволяют нам узнать, что какие-то вещи у нас превысили критический порог, к примеру, время запуска видео или количество пользователей, вышедших до момента начала видео. Если в течение дня процент в среднее время превышает какие-то пороги, нам приходят уведомления на почту, и мы можем посмотреть, что у нас именно случилось, когда в этой ситуации неудачный релиз или проблемы с сервером или еще что-то. А так, в основном, грубо говоря, там каждый второй спринт-планинг, мы смотрим на показатели и решаем, надо нам в спринт ставить какие-то задачи по оптимизации, или нас сейчас все устраивает. Понял, спасибо. Привет, спасибо за доклад. У меня такой вопрос, ты говорил про анализ сетевых операций и учитывать все кейсы. И там был пункт про анализ кейса, когда пользователь выходит из приложения. Как это замеряется? То есть в каком методе можно замеряется? Андрей, на самом деле в большинстве ситуаций мы все-таки можем узнать, когда у нас приложение завершается. Я сейчас не готов точно говорить, как это делается, потому что я использовал готовый инструмент для этого. И в этот момент мы можем просто сохранить на диск данные нашей сессии с теми данными, которые мы хотим зарепортить, и при повторном запуске отправить их в итоге на сервер. Если пользователь не откроет приложение больше, то, к сожалению, мы ничего не сможем об этом узнать. Спасибо за очень интересную презентацию. Я слышал, что EPUM немного аутсорсинговая компания и занимается заказной разработкой. При подготовке ТЗ и документации общения с заказчиком как-либо оговариваете вы дополнительно те метрики перформанс-аналитики, которые должны учитываться. То есть заказчик примерно имеет понятие, что, допустим, на таких вот сетевых запросах ваше приложение будет работать чуть помедленнее. И также при общении с заказчиком учитываются ли мнения дизайнеров, которые вокруг требований строят правильный и органичный UX? Спасибо за вопрос. Короткий ответ – нет. Длинный ответ – все-таки стоит разделять аутсорсинг и заказную разработку. Часто я сталкиваюсь с тем, что люди это путают действительно. Это на самом деле очень разные по себе индустрии. Заказная разработка – это та вещь, когда у вас действительно есть ТЗ, и это какая-то более-менее ватерфольдная история. Там может быть короткими итерациями, но тем не менее у вас есть ТЗ и так далее. Аутсорс все-таки – это ситуация, когда ты работаешь в непосредственном контакте с заказчиком. Он вначале приходит к тебе, говорит, что он в целом в общем хочет достичь. Под это дело… Ну, я в этом процессе не участвую, это аккаунт-менеджер и так далее участвует. Выделяется какая-то команда, сколько человек, какие специализации, программисты, бизнес-аналитики, дизайнеры и так далее. И после этого дальше начинается непосредственно гибкая разработка, где заказчик может влиять на процесс практически ежедневно. Мы находимся в постоянном контакте с ним, и мы, как правило, образуем некую единую комбинированную команду с заказчиком. И в этом плане поэтому что-то обсуждать заранее обычно не имеет смысла, да и заказчик не знает до конца, что именно он хочет. Именно поэтому, к примеру, вот конкретно с этим приложением мы именно ввели уже его, пока оно было в App Store и оптимизировали и так далее. Если бы это была заказная разработка, у нас была бы итерация сначала сделать, потом итерация, еще что-нибудь там доделать и так далее. Здесь не совсем так. Продолжение следует...